Народ, всем привет! У меня на крафтере гудит подвесной подшипник кардана. Очень давно гудит. Еще тогда, когда я купил крафтер, он уже гудел у предыдущих хозяев. И вот я все это время, сколько на нем езжу, он почему-то не перестает гудеть, а еще больше стал гудеть. Так вот, я сейчас хочу заняться подвесным подшипником кардана и поменять его. Съездил на базар, купил подвесной подшипник китайский фирмы Фрей. Сейчас покажу, какой подшипник, и будем менять вместе с вами подшипник, подвесной подшипник кардана. Вот такой вот подвесной подшипник кардана. Китай, фирма Фрей. Вот, кому интересно. 906-410-03-81. QR-код. Можете это для себя, кому интересно, заскринить. Вот такие у него номера. Коробочка. Кстати, картонная коробка, упаковка довольно приличная. Но это не факт, а факт, какого качества, какого формата сам подшипник. Подшипник вот такой вот. Тут вот у него все дела идут, короче, он там вот. Вот такая вот тема. Но это типа как под более хорошее качество. Вот этот лейбл сделан. Вот это тут маркировка годов выпуска. Сам номер подшипника. Какой номер подшипника? 60-09. РС не знаю, что такое. Но вот 60-09 подшипник. Вот вторая сторона вот так выглядит. Вот здесь вот тоже. Стоит типа как клеймо года выпуска. Тут что-то какое-то клеймо. Да, 23-й год написан. В общем, вот здесь тоже. Что-то там такое. Железо. Ну, скажу вам, довольно такое гальваническое покрытие. У железа такое фиолетовое. Сине-фиолетового цвета. Где-то металл толстенький. Ну, такая вот выштамповка. Не знаю, короче, какой здесь подшипник. Сколько здесь в нем смазки. Как обычно, я сейчас попробую вытащить вот этот пыльничек. И посмотреть, сколько там смазки. Если, как обычно, не хватает там смазки, то я добавлю сюда смазки. Чем больше смазающего элемента на трущихся деталях, тем он будет качественнее и дольше служить. Вот. Ну, что теперь здесь. Единственное, чтобы было посадочный диаметр. Вот этот внутренний одинаковый с фланцем кардана. Не знаю, может быть, все-таки это Китай. И может быть, что-то не так. Но, в общем, прежде чем его все-таки устанавливать, надо сейчас мне промерить посадочные размеры. В случае того, что, может быть, какая-то замена. Обменять, поменять. В общем, этот подвесной подшипник. Так, ребятушки. Вот здесь открутил у коробки четыре болта. Здесь крепление на хвостовике на коробке. Снял вот эту страховочную подкову. Одну. Здесь вторая. Две подковы идут. Кардан длины Макси База. Так. Открутить один подвесной. Второй подвесной открутить. И хвостовик на мосту. Раскрутить четыре болта. И скидываем весь длинный кардан. А вот здесь, ребятки, вот эти вот болты. Это звездочки многогранные, да? Тут, получается, прежде чем их откручивать, вот их надо хорошенечко обстучать. Вот сюда, в торец. Просадить их. И если так просто вы будете крутить, то, возможно, грани слижутся. И тогда ее хрен просто так открутишь. Это будет очень полезно, если уже до этого вот грани были слизаны. Как вот сейчас здесь, видите, вот. Вот их уже неоднократно крутили. И вот они уже практически держатся на честном слое. Если просто взять и попытаться вот так их дернуть, сорвать, то вполне возможно грани полностью сорвутся. и голова будет абсолютно лысой. Поэтому лучше всего вот сюда вот в торец, конкретно в торец простучать молотком. Там, я не знаю, через бородок, каким-нибудь таким тупым предметом, конкретно хлестким. Бам-бам-бам сюда вот, чтобы немножечко просадить болт. И только тогда, после этого, вот такие вот проблемные слизанные болты пытайтесь открутить. Иначе голова провернется. Так, ну, в общем-то, все открутили. Вон он лежит, валяется. Сейчас эту надо всю кишку вытащить из-под машины. Вот так. Да, вот она вся кишка. Длинная. Огромная ебалда. Ебалдень. Ебалдень еще та. Сейчас проверим, как он гудит. Да, и вот тут вот надо сразу наметить, вот, красочкой, вот эту вот соосность лицевую. Вот здесь, здесь, чтобы было у вас вот так вот соосность. Опять так же его воткнуть, как он и был. Ну, это в случае того, чтобы у вас не нарушилась балансировка. Обязательно, короче, это надо сделать. Так же, в этой же последовательности после и собрать. Вот меточка. Сейчас вот здесь больше меточку нарисую. Вот меточка. Вот у нас соосность пошлицевой. Ну вот сейчас послушаем, как он шумит. О, хороший звук. Да, вот отсюда видно, что он сухой. Вот. И уже оттуда такая вот ржавые следы. Все, короче. Он болтается. Люфт у него есть в поджимнике. Такой приличный. Он как пляшет. Очень хороший люфт. Такого, конечно, не должно быть. Это уже. Он умер. Не совсем, но уже умер. Так. А вот он. Первый. Который ближе к коробке. Вот. Идет на коротком карданчике. Ближе к коробке которой. Сейчас его проверим. А это вот так работает. А это не слышно. Вот и вся проблема. Этот не шумит. А тот шумит. Ну сейчас не увидим. Нет. Здесь. На нем лифта нету. Это сейчас он на резинках играет. Нет, а целенький. А этот уруруруруру поет. А тот шумит. Мы что, меняем тут? Вот смотрите, ребятки. Направление подвесного подшипника. Видите? Вот здесь. На вот этой вот железной обойме. Вот такая вот целая выштамповка. А другая сторона. Вот такая. Внутренняя выштамповка. Вот это и направление и есть. Вот по отношению, как ставить на кардан. Вот этой вот целой частью, вот целая часть. Это в сторону коробки смотрит. А вот эта внутренняя выштамповка, вот она, внутренняя выштамповка, смотрит в сторону моста. Так вот, так его и нужно устанавливать. Вот это в сторону коробки. Внутренняя часть выштамповки в сторону моста. Ну, собственно, сейчас его и разъединяем. Здесь вот этот вот хомут, он пыльник этот не держал. Все, готово. Готово. Сейчас зачищу здесь металлической щеткой по кругу. И буду взбивать подвесной. Ржавчину собью сейчас, чтобы было легче мыть. Сейчас будем взбивать. Короче, вот что есть под рукой. Что нашел, тем и будем работать. Нет, не идет. Срезать будем, Николаевич. Срежем болгаркой. Будет быстрее и надежнее. Сейчас ножом так срежу. Вот так вот. А здесь сейчас разрежу аккуратненько болгарочкой. И все. И он выскочит как родненький. Срежем болгарочкой. Срежем болгарочкой. Срежем болгарочкой. О, абсолютно сухой. Сморчат. Маска. Во-первых, ее мало было изначально. А во-вторых, у нас маска зубилась. Вся обойма ржавая и сухая. Так, аккуратненько надо сейчас пильнуть так, чтобы кардан не запилить. Сморчат. Зубило нужно, нужно зубило. Все, она прослабила уже. О, великолепно. Оба, отлично, все, тут целый и здесь все великолепно. Зачистить надо, шкура ночь, поверхность, поверхность зачистить и одеть новый. Так, смотрите пацаны, вот этот пыльничек, вот я вытащил, аккуратненько снимаешь его, он хорошо выходит. И я удивлен, в китайском подшипнике от Freya, синяя смазка заложена. И в принципе здесь ее довольно таки, ну нормально, не много и не мало, как бы средненько смазки. Ну это и хорошо, вот такой манол, синяя смазка для подшипников, именно и карданных всяких, крестовин и тому подобное. Вот сейчас я сюда тоже добавлю, еще чуток громец, короче. Вот так. Вот, великолепно. Все, а вот теперь этого достаточно. Будет ходить. Главное в подшипнике это смазывающие свойства трущихся элементов. Будет ходить вечно. Как только смазка перестает иметь свойство смазывать, то трущащие элементы, естественно, друг об друга начинают на сухую изнашиваться. Вот, сейчас я закрываю вот этот пыльничек и все, и ставлю, устанавливаю, забиваю его на место. Все, отлично, великолепно. Сейчас мне только вот сюда нужно на вот этот вот размер сделать какой-то пластиковый пыльник с двух сторон, потому что пыльников здесь не было, открытый стоял. А вот здесь вот они, пыльнички железные стоят. Вот он закрывает подшипник, вот здесь тоже закрывает подшипник. Грязь, вода сюда уже не летит, и подшипник здесь ходит. Вот сейчас надо два пыльника сделать таких из, не знаю, из какой-то пластмассы, с канистры может какой-то сделать, с пластика. Вот такой вот, короче, пыльничек сделал, пластиковый полиэтилен. Вот так сюда он плотненько, вот так, плотненько вот таким с натягом заползает. Все. Отлично, я так думаю, будет хорошо. Должно быть хорошо. Так, и теперь этот надеваем. Помните, да? Вот этой штуковиной в сторону моста. Вот этой штуковиной в сторону коробки. Так, ребятки, второй вот такой вот пыльничек тоже я сделал, пластиковый. Вот так, пусть будет, все будет меньше грязи попадать, и он дольше будет ходить. Значит, садится он сюда легко, вот через такую же обойму от ступичного подшипника. Вот так раз он сюда хорошенечко садится, прямо один в один. И все, молотком его туда засадили на свое посадочное место. Вот сюда вот такой импровизированный пыльник. Отлично. Теперь нужно смазать там внутрь шлицевую, чтобы здесь была тоже смазка. Буду использовать то же самое, вот этот вот манол синий. Вы помните, что у нас меточки остались. Вот метка, вот метка, вот метка. Так же самое и здесь. Вот она метка. И еще вот здесь вот. Вот наш лицевой вот здесь тоже. Вот она метка красочкой. Вот, нарисовал. Не ошибемся. Смазываем шлицевую и запожевываем туда. Она долговечная, высокотемпературная и не замерзает. Все, попадаем в шлицевую. Зуб в зуб. Вот так. И остается только вот здесь вот хомутик подтянуть, потому что он здесь сполз. Надеть. И полная установка обратно. Так, парни, все. Весь кардан полностью воткнул. На коробке, на хвостовике закрутил мертво. Эти подковы, петли, страховочные хомуты закрутил мертво. Раз, два. И закрутил хвостовик на мосту. Мертво. Все закручено. Не наживил и не закрутил только сами подвесные подшипники. Раз. И вон тут два. Вот они, свободненькие. Видите? Только слегка наживленные. Я их не затяну. Сейчас я заведу машину и включу на скоростях, чтобы кардан крутился и встал в свое нужное положение. Отбалансировался по отношению всей своей длины. Видите? Вот сейчас я поставил данкрат под мост. Чтобы мост был подвешен, не вывесен, а в своем положении. Это делается для того, чтобы сцентровать весь кардан по своей длине. Чтобы он встал на свое место. Никогда не закручивайте болты. Просто так тупо взять и закрутить. Нет, так не делается. Нужно запустить мотор, включить на скорости, чтобы кардан вращался и сцентровался. Только после того, когда он возьмет свое положение ровное, тогда закручивайте подвесные подшипники. Раз. Раз подшипник подвесной. И вот тот второй подшипник подвесной. Два подшипника затягиваем после того, как кардан на запущенном двигателе на скорости будет крутиться и сцентруется, и возьмет свое положение. Это делается всегда. Такого вам никто на ютюбе еще не рассказал. Только я вам эту информацию даю. Так что за это воткните лайкос. Если вы тупо возьмете вот так вот все закрутите намертво, где-то, может быть, вкривкость пойдет. И это на долговечность подушек. Естественно, на долговечность самого подшипника не сыграть, но подушке будет играть роль. И также будет играть роль на вибрацию, которая будет идти от кардана на кузов. Так что имейте в виду, что вот видите, вот он вот так вот. Не подтянутый, а только наживлен. Вот они, болты, видите, наживленные. Завожу мотор, первую, вторую, третью скорость включаю, кардан крутится, центруется, и я затягиваю болты. Запускаем мотор. И включаем третью скорость. Воткнули, отпускаем сцепление, 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 отпускаем, и все. Вот, разгазовываем примерно полторы оборотов. Сейчас кардан там сам центруется, свое место поймает. Вот так на заведенную кардан крутится. Ну, вот сейчас он сам на холостых. Залазим под машину и затягиваем подвесные подшипники. Колесо крутится, кардан крутится. Вот, смотрите, видите, все свободненько. Вот сейчас она взяла свое место. и вот сейчас как есть, вот сейчас как есть, затягиваем болты. О, все. Великолепно. ну вот, отлично. Ну, вот так вот, ребята, меняется подвесной подшипник, в принципе, на всех автомобилях на карданах. Единственное, помните, что направление подвесного подшипника, соосность шлицевой карданов. И, так же, не забудьте отцентровать перед тем, как затягивать окончательно подвесные подшипники. я думаю, я думаю, что это будет для вас полезная информация, потому, как центровка обеспечит вам долговечность подвесных подшипников. Все, такой видос. Кому видос понравился, ставьте свои лайки, вот так вот, делайте пальчики вверх, пишите там свои комментарии, и так же можете репостнуть это видео, поделиться с кем-то в соцсети, со своими друзьями, сохранить к себе, сохранить свои плейлисты, так, чтобы нужный полезный видос, нужная полезная информация был у вас, и вы все знали, как четко, грамотно ремонтировать. Все, всем пока, не ломайтесь, если ломайтесь, то чинитесь грамотно. Пока.